На Милютино всегда оживленно. Здесь сразу две поликлиники – взрослая и детская. И самой главной критики коммунальщиков, разумеется, мамочки с колясками. Гололеда нет, но снег, вот эти вот сугробы, они уже, я не знаю, месяца два. Вот я хожу в поликлинику, ребенка у меня двое детей. Ну вот видите вы. Претензии череповчан поддерживает и мэр города. Ну и всегда ставится задача в приоритете номер один – обеспечивать уборку проездов, проходов, парковок у социальных объектов. Это прежде всего детские поликлиники, дошкольные учреждения, ну и потом уже больницы, взрослые поликлиники, школы, учреждения физкультуры, спорта, культуры, доп. образования. Как ситуация выглядит на сегодняшний день по выполнению этого задания. Проезды в основном приведены в порядок, сообщил заместитель мэра Василий Семичев. Но проблем еще довольно много. Какие объекты еще не обеспечены уборкой в полном объеме и в какие сроки эта задача будет решена полностью? В полном объеме не обеспечена уборка подъезда к школам. Думаю, что в течение, вернее, не думаю, а уверен, что в течение недели эти вопросы мы решим. Учтут коммунальщики в этом графике и новые снегопады, которые обещают синоптики. В любом случае, ко всем социальным объектам дорожки должны быть почищены. Не должно быть наледей и снежных заносов. Как раз с этим есть проблемы у детской поликлиники на Беляево. Подходы к зданию частит спецавтотранс. Всю территорию обязаны приводить в порядок само учреждение. Но дворники не справляются, отметили проверяющие. Мэр города поручил городским коммунальщикам помочь. Александр Николаевич, и не делиться. Наш не наш проезд к социальным учреждениям, особенно больницам, поликлиники. Когда обращаются за помощью, мы стараемся оказывать. Помогать обязательно, потому что дворникам с таким объемом снега не справится физически. Отдельный вопрос по парковкам и поликлиник. Здесь, как и во всем городе, уборки мешают оставленные автомобили. Договориться с владельцами авто сложно, отмечают городские власти. Вера Кучеренко, Сергей Павлов. Новости.